И новые подробности убийства Арслана Шейхова, который был найден мертвым полтора месяца назад в Егоровке Одесской области. Тогда местные жители не поверили в версию об алкогольном утравлении бойца АТО. И вот пришли результаты повторного вскрытия. Что они показали и кому теперь стоит напрячься, знает Андрей Анастасов. Тело Арслана Шейхова, матроса военно-морских сил, было найдено ночью 11 августа на Сельской улице. В этот день моряку исполнилось 33. До этого его видели в компании с Владимиром Злым, бывшим милиционером из местной зажиточной семьи. Тело в ссадинах, кровоподтеках. Но районный судмедэксперт сначала написал в заключении острая алкогольная интоксикация, потом отравление неизвестными веществами. В свидетельстве о смерти ни слова о переломанных ребрах. Откуда вы выяснили, что там отравление неизвестным веществом, если его там не было? Это предположительный высказок, там указано. Как эксперт не мог обнаружить 11 ребер на первичном вскрытии? После резонанса была назначена повторная экспертиза. И на днях пришли ее результаты. Содержание алкоголя в крови относительно небольшое, никаких следов наркотиков или ядов. Причина смерти – травматический шок, цитирует документ начальник местной полиции. Смерть Шейхова находится в прямом причинном связи с выявленным у него телесным ушкоджением в выгляде закрытых переломов ребер. С вогнищевыми кровавилами под пристенковой плеврою. Та в межреберных мязах на околе переломов ребер. Ранее в полиции заявляли, ребра погибшему сломал Владимир Злой. Это из его же показаний. Злой тогда говорил, не бил Шейхова, а наоборот спасал его, когда тот потерял сознание. Я ему делал искусственное дыхание, вроде бы мы его садим, храпел, все, воздух. И мы пытались все равно чувство его провести. Однако сестра Арслана уверена, экс-милиционер избивал, а не реанимировал ее брата. Это убийство. И убийство, я считаю, умышленное. Даже неквалифицированные люди не могут при реанимации сломать столько ребер. 8 с одной стороны подряд и 3 выборочно с другой стороны. В полиции говорят, теперь после получения экспертизы определят окончательную квалификацию дела. И обещают, что виновные понесут наказание. Родственники погибшего недоумевают. Почему же тогда злой до сих пор на свободе? Причем угрожает расправой свидетелям. Люди считают все дело в его связях, в правоохранительных органах. Все боятся. Боятся тех, кто открыл рот. Это опасно. Он уже может убить человека. Это мы уже видим. По последней информации, для объявления о подозрении экс-милиционеру нужна санкция областной прокуратуры. Ее планируют получить завтра. Если тот, конечно, не сбежит раньше. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесская область. Анастасов, Игорь Михайлович.